Начался сезон отпусков, люди ринулись отдыхать в горы, на море, и это время, как правило, приносит какую-то определенную радость. Тем не менее, этот период может нести за собой некоторые опасности. Вы, как специалист, что бы вы посоветовали сегодня каждому человеку иметь в своей, так скажем, выездной аптечке? Что лучше всего туда положить из медикаментов? Если у нас верно и правильно собрана аптечка домашняя, то мы можем ее смело преобразовать в аптечку, которую мы возьмем с собой в любое путешествие, любую поездку, неважно, это горы, море или просто дача. Мы банально просто тем, что ее преобразуем, в зависимости от того, в какую местность собираемся поехать, и легко и просто это сделаем. Вообще, мы должны учитывать и понять, вот какой важный момент. У нас не у всех будут аптечки одинаковые, потому как среди нас есть люди относительно здоровые, без соматических заболеваний каких-либо, есть люди с хроническими заболеваниями, которым рекомендован прием лекарственных препаратов на длительный период, на регулярной основе, а есть те, которые не принимают каких-либо препаратов вовсе. Поэтому первое, что должно быть конкретно в вашей аптечке, это те препараты, которые вы принимаете на регулярной основе, если таковые, естественно, имеются. И если это аптечка для путешествий, то первое, чем вы должны располагать, это количеством этого лекарственного препарата, который соответствует тому времени, что вы будете в поездке или в путешествии. Ну и в такой достаточно важный момент я бы что посоветовала. Не превращайте свои аптечки в аптеку, потому что в аптечке должны находиться препараты, которые вы используете регулярно, и те, которые вы будете использовать при какой-то экстренной ситуации и для какой-то неотложной помощи. Потому как, во-первых, у лекарственных препаратов есть срок действия, а когда их много, вы можете просто банально за этим не уследить. Ну и второй момент, если не знать, как, когда и каким образом лекарственным препаратом пользоваться, вы можете им больше навредить, нежели помочь. Есть определенная группа препаратов, которые необходимы, чтобы у вас были обязательно под рукой. И в домашних условиях, и в особенности, естественно, если вы куда-то выезжаете. Этих препаратов не должно быть много, они должны быть на ту острую ситуацию, которая возникнет, даже если вам не придется ими воспользоваться. Самая первая группа – это нестероидные противовоспалительные препараты. Я бы посоветовала, чтобы из этой группы препаратов у вас было два и обязательно разных. Объясню, почему. У нестероидных противовоспалительных препаратов есть такое свойство, как индивидуальная чувствительность. То есть кому-то очень сильно помогает, кому-то не помогает вовсе. Не потому, что препарат хороший или плохой, качественный или не очень, а банально к нему возникла чувствительность или она не возникла. Поэтому обязательно пусть их будет два, и один из них на основе парацетамола. Торговые названия можете брать любые, то есть или какой вам больше нравится, или который больше подходит по бюджету, но один из них пусть обязательно будет на основе парацетамола, потому что это препарат, который разрешен во время беременности, в период лактации, а также в детском возрасте в любом. Второе – это антигистаминные препараты. Даже если вы никогда не сталкивались с аллергической реакцией, ее никогда у вас не было, надо запомнить такой момент, что есть аллергические реакции не медленного реагирования, а есть замедленного типа. Поэтому риск того, что вы не сталкивались просто вот с таким достаточным количеством аллергена, тоже имеет место быть. Второй момент – эти препараты также снижают отечность, что очень важно при ларингитах и бронхоабструктивном синдроме. Ну и кожный зуд. Мы можем купировать тоже этой же группой препаратов. Далее – препараты от кашля. Они должны быть обязательно в аптечке, но тут надо учитывать вот что. Эта группа препаратов разделяется на свои подгруппы. Одни из них усиливают отхождение и выделение мокроты, другие прекращают кашель, а третьи вовсе действуют на кашлевой центр и обладают противокашлевым эффектом. И я бы со своей стороны посоветовала, чтобы каждый группа один препарат у вас был. Обсудить это с доктором, подобрать тот препарат, который вам подходит. И желательно, пусть, если это путешествие, обязательно будут таблетированные формы в блистерных упаковках. Третий момент – это различные средства для ушей, глаз и носа. Для носа – это сосудосуживающие капли, которые, во-первых, будут эффективны при заложенности носа, при насморках, нитах и так далее. Но и очень помогут, если вдруг возникнут носовые кровотечения. Неважно, с какой причиной это связано, с давлением или с чем-то иным, но остановить носовое кровотечение сосудосуживающие капельки помогут. Далее для глаз – это различные увлажняющие капли, но и для ушей, хотя противовоспалительный препарат – это тихоакс. Далее – это различные средства, которые необходимы при возникновении ран, для их обработки – это хлоргексидин или его более дорогой аналог мирамистин, йод, зеленка и различные средства – вата, пластыри, бинты. Бинты стерильные можете не брать, это необязательно, потому как если стерильный бинт раскрыть в нестерильных условиях, он сразу теряет свою стерильность, поэтому нет в этом необходимости. И на сегодняшний день есть такие вот достаточно модные, удобные средства – это различные медицинские клеи, маркеры, которым удобно использовать у детей. То, что я говорила при ожогах. Есть очень удобные средства – гипотермические пакеты. Их можно использовать при любом виде ожога. И какое у них преимущество – то, что мы им не можем вызвать обморожение. И очень посоветовала бы я иметь гемостатическую губку, которая поможет, если есть раны, которые кровоточить, ну и также носовые кровотечения. Потому что использовать можно в принципе и перекись, сосудосуживающие средства, но далее, когда слизистая пересушится, удалять такой ватный тампон будет очень неудобно. И обязательный компонент любой аптечки – это градусник. И, конечно, если это путешествие, то градусник не должен быть ртутным. Следующая немаловажная группа – это препараты, назначаемые для желудочно-кишечного тракта. Потому что очень часто мы сталкиваемся в этот период с отравлениями. Первое, что обязательно должно быть, это препараты группы амипрозола, рабипрозола, потому что зачастую мы можем столкнуться с подозрением на гастрит или язву. Слабительные средства. Средства, используемые при запорах, желательно, чтобы это были на основе лактулозы. Пробиотики, но обязательно, которые не требуют заморозки. Потому что при путешествиях это крайне неудобно. Спазмолитики. Но тут надо учитывать, что ни в коем случае на острый болевой синдром спазмолитики использовать нельзя. Потому что мы можем в первую очередь стереть клинику, и тогда диагностика у нас будет крайне затруднена. И ферментные препараты. В дозе где-то 10-25 тысяч единиц. Они очень сильно нам помогут при не совсем верном соблюдении привычного рациона питания. Ну и в обязательном порядке пусть будет черно-белый активированный уголь, какие-то сорвенты и препараты против обезвоживания, особенно если есть маленькие дети и вы путешествуете с ними. Какие заболевания чаще всего беспокоят людей в летний период, с чем вам, как специалисту, приходится сталкиваться? На самом деле, именно в жаркие периоды, при, неважно, изменении температуры больше в холодную или в горячую сторону, обостряются практически все хронические заболевания. Поэтому чаще обращаются люди хроники. Нет какой-то болезни, которая проявляется чаще. Нет, я думаю, что тут какая-то вот такая соразмеренность есть. Очень часто начинает беспокоить, что нестабильность давления у гипертоников. Часто обостряются какие-то иные хронические патологии. Поэтому тут важно то, как образ жизни и то, как вы регулярно, насколько регулярно принимаете те препараты, которые вам назначены на длительный период. Существует мнение, что простудой заболеть зимой гораздо проще, чем летом. Некоторые люди вообще уверены, что в жаркий период простудиться практически невозможно. Согласны ли вы с этим, как специалист? Несколько снижается статистика, но тем не менее простуда летом тоже бывает. Во-первых, мы активно начинаем пользоваться кондиционером. Очень часто на этом фоне получаются бактериальные инфекции, в частности легионелла, которая зачастую передается при использовании кондиционера. Ну и сами вот эти вот перепады, смена температурного режима, это все тоже способствует простудным заболеваниям, поэтому нет простуде, место летом, к сожалению, тоже есть. Еще одна опасность, которая может поджидать любого летом, это солнечные удары и обезвоживание. Как сегодня себя обезопасить, чтобы не навредить своему здоровью? Ну, конечно, это самый главный момент, это нахождение непосредственно в безопасное время на Солнце и ограничиваться, не находиться на Солнце в тот период, когда особо опасны прямые солнечные лучи. Это время от 12 до 4 часов. И касаемо различных ожогов, которые есть возможность получить, очень часто бывает на фоне ожогов, использования каких-то очень... Что мы делаем при ожоге? Пытаемся охладить, то есть использовать охлаждение, какие-то... Что-то взять с морозильника, и что мы тем самым получаем на ожог, мы даем обморожение. Я очень надеюсь, что информация была для вас полезна. Еще раз советую, не превращайте свои аптечки в аптеку, но тот необходимый объем, пожалуйста, обязательно соблюдайте.